Дыхательная гимнастика, джампинг, зумба и, конечно же, северная ходьба. Участники заряжены на все сто. Многие из них приехали из разных уголков Подмосковья, чтобы показать свои результаты в областном марафоне скандинавской ходьбы. Шагаем к долголетию, который прошел в Одинцове. В самом слогане, в самом названии «Активное долголетие» кроется та суть, смысл. Долголет, если будешь активно жить, заниматься спортом, вести активный образ жизни. Долголеты прошли дистанцию в три километра. Чтобы показать достойный результат, все участники активно тренировались. Победителем соревнований стал один из самых подготовленных – жители электростали. С скандинавской ходьбой я уже так вот серьезно, лет, наверное, около семи, участвую в соревнованиях. Вот и в таких массовых стартах, и в стартах на результат. Езжу стартовал и в Мордовии, и в Тульской губернии, в Московской области. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха также выступили творческие коллективы. Здесь были организованы фотозоны, мастер-классы и чайная станция. Всех участников встретили по-настоящему гостеприимно. Очень надеюсь, невзирая на погодные условия, они получат такой хороший, здоровый заряд бодрости, хорошего настроения и, конечно, здоровья. Более 600 человек приняли участие в марафоне скандинавской ходьбы «Шагаем к долголетию». В этот день все получили памятные награды, призы и положительные эмоции. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.